Девушки отдыхают 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 за игрой сверху, как все в зале, то у меня было впечатление одно. Когда я сел и стал смотреть на ребят, то они все участвуют в обсуждении. Просто кто-то из них ярче говорит и громче, а кто-то нет. Но смотря в их лица, я понял, что все они участники этой игры. Все они члены команды. Владимир, а это правда, что вы мечтали задать вопрос знатокам? Нет, не правда. Но интересно. Вы за стол не собирались садиться, да? Нет, я не знал, что надо будет за стол садиться. В 2015 году. В 2015 никогда не планировал. То есть все, что с вами происходит, это не ваши мечты сбываются? Нет, это... Уж не знаю, кто здесь этим занимается, хулиганством. Я считаю, надо обратиться к руководству Первого канала и сказать, что навели порядок, навели. За экспромтом. Спасибо, Владимир. Вам спасибо. Спасибо. Хороший вечер. Алексей. Прямая трансляция у нас в интернете, на нашем YouTube-канале. Ну, ребята, замечательные. Молодцы, конечно. И мне кажется, что здесь действительно была команда, она даже так собиралась во время этой игры, и капитан был, он взрослел прям от вопроса к вопросу. И лидеры наигрывались. Но самое главное, что они вместе играли, и последние два вопроса они действительно брали командно. Они доходили до ответов по последним двум вопросам, по пятому, по шестому, непосредственно в ходе обсуждения. Были на первых вопросах скорее догадки талантливые, почти гениальные, когда они сразу брали русский язык, там, например, или про мадам Тюссо. А были два последних, где они доходили в ходе игры. И это очень ценно. То есть это как раз в первый период формирования команды очень важно. Мы все рады, мы все счастливы. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, телезрителям, что такое проект «Школа Росатома». Проект «Школа Росатома» — это реализуемый в наших городах, там, где есть предприятия, там, где есть наши энергетические объекты. Проект по работе с самыми талантливыми, с самыми целеустремленными ребятами, где специально для них организуются как в рамках программы, так и, что называется, факультативно, целый ряд дополнительных, что ли, занятий и конкурсов. И вот побеждая в них, выявляются лидеры, выявляются те, кто становится действительно сначала на уровне школьников-студентов, а потом уже во взрослой жизни, нашим главным кадровым потенциалом, кадровым резервом. Команде «Рудера» можно спать спокойно. Команда гостевая, получается, она не в сезоне. Мы ждем их возвращения, правильно? Да, да. Если говорить про «Рудера», мы надеемся, что, может быть, ему удача улыбнется, повезет, и окошечко возможности откроется и в этом году, теоретически, пока существует. По правилам он должен пропустить сезон, по правилам. По правилам, да. Если не случится каких-то непредвидных обстоятельств. Но я думаю, что эти две команды будут друг друга дополнять. Понятно, что ребята Костя Рудера будут набирать вес. Они уже такие взрослые, как говорится, серьезные игроки. У ребятишек сегодняшних, у команды Кирилла Емелина, в общем, впереди еще и процесс становления. Я думаю, что эта вот разница, где-то сейчас, думаю, 10-12 лет у них в среднем возрасте, она как раз позволит друг другу не наступать на пятки, а наоборот создавать здоровое движение вперед, такое, в конкурентной среде. Спасибо вам большое. А вот Боря Левен, который придумал умный вопрос для знатоков. Умный? Но фотография была, конечно, шикарная. Шикарная. По-моему, я лучше был, нет? Тебе самому какой вопрос больше понравился? Ну, самый шикарный вопрос, конечно, был у Миши Скипского. Когда ничего не надо знать, а просто надо сообразить. Вот она ситуация. Чем-то похож на вопрос Азарьева, да? Ну, в принципе, да, если так глобально, то чем-то похож. Хотя тот, конечно, вообще отличный. Этот из той же серии, правда. Миша отыгрался на детях. Миша отыгрался на детях за зимнюю серию. Сделал вопрос по той же схеме. Хотя ты спрашивал. А почему ты не задал вопрос? Ну, я послал, видимо, оказался хуже. Не прошел конкурс, да? Кто мне вот спрашивал перед игрой, вот, мой сын. Я сейчас позвонил, спросил, он сказал, ответил на все вопросы, кроме двух. Страшно собой гордиться. Вот, так что вполне мог бы и попробовать. Я надеюсь, мы пройдем отбор по-другому. Новую династию создаем в противовес друзьям. У тебя же девочки в команде. Ну, зачем? Свою команду создаст. Будет команда вторая. Девочки рядом, девочки, все слышат. Нет, нет, я хочу, чтобы мой сын соберет команду своих девочек. Да, мы уже староваты будем. Вот, кстати, у Равшана Аскерова, ты же задавал вопрос в 2005 году, да? Да. И у тебя, два раза причем, у тебя статистика 1-1. Да. То есть, да. А у Бори Левина... Причем один вопрос играл... 2-0. 2-1. 2-1. 2-0. Ты три раза играл. А когда я третий раз играл? 92-й год, помнишь? А, ну, это... Да, я еще по ту сторону экрана. Я думаю, что нам сейчас покажут кадры 2005 года, где Борис Левин... Я расскажу историю 92-го года. Подожди, сидит за игровым столом на минуте обсуждения и строит ружи. Помнишь, как ты глазами... А можешь набиться сейчас? Я уже не помню. Ну, как-то кривлялся, да. Смущал телезрителей. Детей не стал сегодня смущать? Детей, дети. Дети цветы жизни. Дети наши, все. Зачем детей смущать? Детей я болел. Расскажи про 92-й, и мы покажем фрагмент. Ну, там была такая история, где я сам себе, как унтер-офицерская вдова, сама себя высекла. Я просто отправил, ну, не секрет, что... Письма не был тогда знатоком? Я не был знатоком. Нет, я уже был знатоком, как бы... Но не был в клубе. В движении, но не был в клубе, да. И я отправил вопрос, не секрет, что вопросы лежат и по году, и по два, и по три. Я отправил вопрос, я что об этом не знал, я же не был знатоком, как ты говоришь. Я отправил вопрос Хороший вопрос отправил И он не играет и не играет Не играет и не играет Он больше года пролежал Даже около двух лет А в Одессе был конкурс Вот среди клубов На лучший набор вопросов От клубов И я от Горловского клуба Тогда Сделали мы такой набор Не хватало одного хорошего вопроса Чтобы бороться за первое место со всеми клубами Я решил, ну раз он уже два года там не играет Видимо он так и не сыграет И я вставил этот вопрос туда В этот набор в Одессу И он сыграл, мы там выиграли этот конкурс Надо сказать, выиграли Он там сыграл И буквально проходит месяц И он звучит вот здесь в домике А там были знатоки, которые играют здесь Команды Блинова, да? И Федя Двинятин И Федя Двинятин Мы про другого Блинова Федя Двинятин слышит вопрос Он его слышал месяц назад в Одессе Играл на него, там был этот конкурс Он сразу ставит палец и берет его А я кусаю локти Вот такая история Вот это урок телезрителям Если ваш вопрос не сыграл Это не значит, что он не сыграет вообще Не надо Если вы его отправили сюда В телеигру То забудьте о его существовании Для других игр Не светите его Он может всплыть через два года Через три, даже через пять И вы заработаете своим собственным умом Ну даже тут не смысл там, что заработаете Приятно всегда Но все равно вы Если есть чем заработать, да Ревшин? Да Не у того спрашиваешь В общем, и вы тогда сыграетесь здесь На центральной арене, так сказать Что я когда? На центральном телевидении На центральном телевидении Более как клоуну привычнее арена Кто из вас клоун, это большой вопрос Спортивный термин, да Ты уже давно забыл, когда был спортивным журналистом Поэтому что я спрашиваю А вы сейчас в каком здании работаете, Борис Ехимович? А я еще помню А реклама запрещена А, сегодня не работает, но помню Спасибо вам, господа А мы напомним телезрителям Этот замечательный вопрос 92-го года Внимание на экран Против знатоков играет Борис Левин Город Горловка Внимание В этом черном ящике Находится Приспособление Для проведения Спортивных соревнований Популярных сейчас В колледжах государства Заир Зафиксирован рекорд этих соревнований Высота 4 метра Время 25 секунд Диаметр 12 сантиметров Внимание, вопрос Что в черном ящике? У вас досрочный ответ Кто отвечает? Александр Друзь Александр Друзь рискует Итак, мы считаем, что в этом черном ящике Приспособление для выдувания мыльных пузырей Таков ваш ответ И это совершенно правильный ответ на этот вопрос Мы можем продемонстрировать сейчас его Но вы понимаете, что такое мыльные пузыри Пузыри в государстве Заир У тебя усы а-ля Мун, да? Нет Не а-ля Мун Нет Все что-то есть Вопрос не сыграл Очень ли ты расстроен? Да, очень жаль Еще так вот получилось, что два авдеинковских вопроса Остались лежать рядом неразыгранными Ты видишь в этом особый знак Ну, не знаю Как-то Я просто вижу то, что осталось на столе Вопрос от авдеинка и вопрос от авдеинка Насколько ты склонен к мистицизму просто? Нет, в этом случае нет Никакого мистицизма просто Как ребята тебе? Мне очень понравился Борис Вот он прям готовый игрок И Но На моем опыте На моей памяти было такое Что какого-то из молодой команды Брали человека и сажали в опытную Ой, извини Да, мы снова в эфире Вопрос был про Да Про понравился ли мне игрок Понравился тебе игрок Мне очень понравился, как играл Борис Вот На моей памяти было такое несколько раз Когда игрока из Да, я хотел сказать, что Он прям вот готовый, сложившийся игрок Его можно уже сажать в готовую, сложившуюся команду Да Вот И Если такие случаи раньше были Человек начинал стесняться, тушеваться Как-то Мне кажется Вот У него есть эрудиция У него есть логика И вот эта непосредственность Которую он общается И с командой, и с ведущим То есть его ничего не смущает Вот Мне кажется Хороший старт Вот И у него, наверное Большое будущее Если он решит продолжать На этом поприще Ему будет приятно посмотреть эту трансляцию Надеюсь Спасибо, Дима Пожалуйста Михаил Скипский Добрый день Вечер Здравствуйте Во-первых Нет, сначала про игру Замечательный вопрос Спасибо Все очень оценили Ну я пошел по стопам, как мы видим Азарьева Азарьева, да Потому что До сих пор, конечно Под впечатлением этого вопроса И Ну Чем дальше Да, от финала года Тем справедливее Да, то, что мы не выиграли Потому что На такие вопросы нужно отвечать Ребят, как? Берешь к себе в команду? Одного бы взял Может быть, двух Букулевский Букулевский И вот братишка И братишка Юноша, проходящий под любимым Братишка Мне, честно говоря Команда показалась Довольно однобокой Что половина ребят Отсидела Прям Без Каких-то там реплик Без Может они испугались Мы спросим сегодня Но Ну правда, да Вот Ну, соответственно Букулевский, конечно На себя очень много дел тянул Когда он не тянул То есть Вся остальная команда Сильно проседала На моем вопросе Я имел возможность Изнутри посмотреть Мне, например Очень барышня понравилась Которая пыталась Все время Команду как раз повернуть На нужную Два или три раза Она вот Ну, то есть Очень технично Правильно делала Что вот Мы же не можем знать Мы же не можем знать Давайте как-то Про другое Ну, она такая Все тихо И делает А вот Товарищ Букулевский Он прямо, конечно Вот там Хватает всех за горло Трясет И его невозможно Не слушать И если вот Он говорит Он похож на Илью Новикова Может быть Да Если он прав Он может один Вытащить игру А если он не прав Он может один Легко за команду Затоптать Он может Он догадывается Он не только играет На эрудиции Я хотел сказать По поводу твоего вопроса Вот Сначала я подумал Что вопрос Так называемый Питерский вопрос Где ответ В самом В самом вопросе Вот А потом я вспомнил Про выход из плоскости За какую команду играл Этот человек Зотов Александр Зотов Я подумал Злобен Злобен Да Я подумал Что он играл За команду Зенит Поскольку Миша Из Питера А мне очень понравился Капитан И я считаю Что огромный заслуг Капитана В том Что команда Семя победила И не потому Что я сам капитан Я когда был за столом Например Вопрос о шахматах У него было Он первым высказал Правильную версию Вообще Я насчитал Четыре правильных версии У капитана самого Плюс он отбирал Обосновывал Ну и Вся команда Молодцы конечно Кто-то сегодня Если ребята выиграли Значит они молодцы Тут все очень Довольно просто Чаще всего Я с магистрами соглашаюсь Но вот сегодня Я с Сидниевым не согласен Это не команда Одного игрока Они все молодцы И хочу им поздравить Конечно Я рад что есть Такое поколение Я хочу поздравить Мишу с рождением сына Спасибо Сын Петр Вот мы сейчас видим На экране фотографию Нади Жены твоей Не знаю Видите ли вы Я надеюсь Это как режиссер наш Найдет фотографию Или нет Да И сам Петр В честь кого назвали Никого В общем так Просто подбирали Подбирали имя Питерское имя Кстати да Питерское Я так и думал Что Миша назовет сына Петром И Замечательный малыш Очень похож на Мишу Петр Михайлович Логично А почему в социальных сетях Вы его именуете Барсуком Как? Барсуком Барсуком А это Ну какая-то Во-первых Барсук милое животное Я думаю что эта шутка пошла Из интернов Кажется Там была какая-то такая история Когда герой Ахлобыстина Как это Тоже готовился стать отцом И его супруг говорила Она тебе не все равно Говорит Мальчик Девочка Главное что не барсук Барсук Это очень тонко Ахлобыстина Это все очень довольно смешно Да Любит своего сына Ну вот Ну Барсук Прекрасное животное Барсук это Петейное заведение Ну желаем всего хорошего Борис Ваши шутки Идеально Спасибо Спасибо Уважаемые телезрители Вы Знаете что в 2015 году Бриллиантовую сову Получил телезритель Владимир Кровяков Я предлагаю вам сейчас Вспомнить Как это было И что Приключилось В прямой линии С Натальей Стаценко С автором нашей игры В прошлом Декабре Внимание на экран Вот я знаю Что после того Как вы посетили Наш прямой эфир И неожиданно для себя Стали обладателем Бриллиантовой совы Вы горите желанием Попасть снова сюда И пытаетесь Шантажировать Извините Меня Тем что Приобрели Какой-то Артефакт Раритет Связанный С Ворошиловым Расскажите об этом Это неправда Я Не хотел бы я Рассказывать До того Это не шантаж Просто Действительно На самом деле Вряд ли кто бы Просто так Отказался бы Не то что В первый раз А вообще Хотя бы Единственный раз Побывать на игре Но Конечно Одно с другим Не связано Но Я покажу Эту вещь Только Если меня Пригласят Когда-нибудь Еще На игру Владимир Корвяков Все-таки Дорвался И Снова у нас Здесь Нескоржном саду Привет Наталья Ивановна Да Да Вот Собственно Человек Который дозвонился По скайпу На прямую линию Да А до этого Выиграл Бриллиантовую сову Да 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 Ну сразу К делу И который С ваших слов Шантажировал Редакцию Это Каким-то Артефактом Связанным С именем Владимира Яковлевича Ворошилова Да На самом деле Не Шантажировал Просто я сказал Что действительно Мне удалось Получить Мне кажется Действительно Раритет И вот Даже в рамках Сегодняшней игры Где были Молодые Школьники Вот эти школьники Даже об этом и не знают Что 21 год назад Ну с копейками уже Какой год? Считай 21? Было выпущено Да 86 А нет 96 Что-то Из бронзы Из стали Из кожи Чистопольского Часового Завода 20-летию Игры Что где Когда Часы Да Часы Да Но Вот Где-то мы их видели Наталья Где-то видели Да У меня дома Лежат Такие У меня тоже А каким Вот если Позвольте вопрос Каким Тиражом Был Выпущен Ну я тираж Честно говоря Не помню Я знаю Что их было Очень немного Да Но Во всяком случае Я знаю Судя по той информации Которую я знаю Эти часы В общем-то Можно было Получить только здесь Это Они не продавались Это Не продавались Да Не продаются И не продаются Да 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 Разве это не раритет Разве это не артефакт Конечно 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 Ну Да Такие часы Есть Да Раритет Мы оценили Пару слов Все-таки Вы говорили Что до сих пор Не отошли от этой победы В финале А какой вопрос Вы озвучили Какой вопрос А фейерверки В Австралии Да Сиднеевский фейерверк Да Да Напомните его Новогодняя Всем известен Новогодний фейерверк Сиднея Который в полночь Да Для чего Власти Сиднея Устраивают Еще один фейерверк В 9 часов вечера 31 декабря Да И ответ был Очень хороший Какой Для детей Чтобы дети Могли Вовремя Лечь спать Замечательно К сегодняшнему дню Очень актуально Да Хороший вопрос Да Ну что Владимир Ну тогда спасибо 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 вам Спасибо Носите Носите часы Да И пишите вопросы Наталья Ивановна Да Как вам игра Сегодняшняя Ну хорошая Веселая игра Веселая И в общем Ну конечно Что это обсуждать Конечно это вопросы Для первой игры В нашем клубе Да Они естественно Всегда проще Но Ребята хорошие Мне кажется Появились герои Это самое главное Для передачи Когда появляется Новая команда Да Поэтому Я считаю Это самый большой Успех В этом Команда Сама по себе Симпатичная Просто Ну естественно Вообще На щенков Всегда хорошо смотреть Всегда приятно На котят И на котят И на щенков И на жеребят Хорошо смотреть Приятно Нет Но потом Мне На самом деле Мне понравились Наши знатоки Сегодня Потому что И Саша Конечно Просто Блистали И Саша Блистал Остроумием И остальные Ребята тоже И Левин даже пошутил Да Да И Левин Удачно Такая веселая Веселая И очень Какая-то Я бы сказала Легкая Легкая Оптимистичная Игра Хорошо Шутить Когда ни за что Не конкурируешь Я теперь поняла Что тебя сдерживает Нет Ну да Ну у тебя были Несколько классных Шуток Молодец Спасибо большое Отлично Отлично Вот А потом Какое удовольствие На них смотреть На маленьких На знатоков Это же тоже На фотографии Удовольствие На фотографиях Было ощущение Что Балаша В роддоме Подменили Честно скажу Я стояла На этой фотографии Там же выбор был И все говорили Ну это девочка Нет Но видно На самом деле Видно что Балаш Сколько ему там Наверное года два Ну наверное Да Наверное Мне это было По-моему четыре Вот Я постарше Но у тебя уже Интеллект Сразу читается На лице Ой спасибо Наталья Так что ты Оправдал На свою фотографию Спасибо Там уже собралась команда А что вы им пожелаете Ой Жень Ну Как с автор игры Знаешь что Жень Честно говоря Мне не хочется Им ничего желать Пусть они живут Пусть они живут Вот это самое главное Пусть они живут Пусть они играют Радуются жизни Понимаешь А жизнь она научит Да А все остальное Потом само приложится Понимаешь Потому что Ну как Сегодня им радостно Хорошо Весело В следующий раз Если придут Этой же команды Получат В лоб Так называется Да Что тоже хорошо А как они выберутся Ну Это Это еще Детский сад Детский сад Ну молодцы Все равно Молодцы Хорошо Хорошо Все равно Мне кажется Были опасения На тренировках Я Да Я сегодня С утра Честно говоря Мне донесли Что они Могут вообще Просто молчать Если Словно тренировок И это делали Но этого не происходило Слава Богу Просто Мне редакторы Сказали Что они вообще Просто Молчали И все Да нет Нет Не знаю Не знаю Я подошла Перед Их выходом И сказала Вы Собственно Вы можете прыгнуть Вообще С оврага В речку Они говорят А мы не умеем Говорят Ну так учитесь Побалдите Немножко Просто Поиграйте Нет Ну молодцы Молодцы Все равно Приятно Ваши слова Это в общем Вот Черт Я не знал Я переживал Что они могут Проиграть Особенно Причите 4-5 Но если бы я знал Что вы к ним Подошли перед игрой Я бы не волновался Нет Я много ничего Не сказала Они вообще А вы Знаете Вот вы как раз Из тех Про которых Он говорит мало Но говорит смачно Знаешь Они Я их даже не видела На отборочном туре Толком Поэтому Меня они вообще Не поняли Кто к ним подошел Понимаешь Это и хорошо Я учту это На будущее Нет Есть такое Знаешь Вот Вот как тебе сказать У меня был Такой эпизод Почему я им еще сказала Надо прыгнуть Да Потому что Вот я помню У меня Такой эпизод был В жизни Когда я С Мишкой С внуком Да Там был такой Аттракцион Надо было С огромным Вот Ну вообще-то Это высота Четырехэтажного дома Вот такой овраг А внизу речка 15 метров Внизу речка И надо было В нее прыгнуть И я понимала Что он страшно боится Он стоит белый И не может С себя заставить прыгнуть Я сказала Тогда давай Я тоже прыгну Вот Он прыгнул И я Вот я бы сказала Я в жизни Такого страха Не испытывала Потому что я понимаю Я не могу прыгнуть Я сейчас зарыдаю Понимаешь Зарыдаю Но Но не могу Пересилить себя И подошел Какой-то мужик И сказал Давайте вместе И вот здесь Вот я шагнула А он зараз остался На берегу Я прыгнула Но какой восторг Я потом испытала Вот Когда я пересилила Поэтому Вот все равно Надо вот Переступать И прыгать Вот это вот Очень важно Но лучше С хорошим настроением Не с охраной И в хорошей компании И в хорошей компании Да И хорошо Когда тебе кто-то Предложит Прыгнуть вместе Это тоже хорошее дело Вот Так что Мне кажется Веселая Хорошая Такая И вы Молодцы Молодцы Вы им очень помогли За добрые слова Спасибо Были веселые Доброжелательные И вы их Вы предлагали им Прыгнуть вместе Спасибо Спасибо Александр Можете для радио Страна Русатом И газету Так Конкурирующая фирма Я больше не могу Ну я не могу Страну Русатом Отодвигать На второй план Шучу Александр Ну все-таки Вот Наталья Ивановна Правильно сказала Да Что они Не испугались Нет Хотя На тренировках Действительно Ну и вот я Действительно Я же не зря сказал Я действительно так считаю Что когда Наталья Ивановна Подходит Она всегда найдет Какие-то такие слова Ключевые Я даже не знаю Ключевые или не ключевые Она очень четко понимает Что происходит с командой Да И она вот как-то Она Вот в такую точку Всегда направлен На ее посыл Что Команда просто По-другому не может Не начать играть Там Собраться Не делать то Что она сказала Вот Это конечно поразительно Ну Вам кто понравился Из команды? Мне понравился Капитан Я Там Журналист Русатом И сказал Что конечно Этот Борис Не помню Как его зовут Кулевский Да Он хорошо играл Первую половину игры Ко второй Немножко сник Но вот именно то Что они все-таки Вторую половину выгребли Это все-таки Заслуга капитана Я бы дал Атом Капитану Ну Потому что Он все время Он был стабилен Да Может быть там Не было какого-то Всплеска Или не было Какого-то Это самое Какого-то Ну вот Озарения Но он был стабилен Он держал команду Он управлял команду Это очень полезное качество Ну в общем Ну наверное так По телезрительскому рейтингу То есть Что я имею ввиду По вопросам Которые вы задавали Да Раньше лидировал Паташов 2-0 Два раза задавал И дважды Не ответили на его вопросы Теперь у Максима 2-1 счет А у вас теперь 2-0 То есть это Результат лучше А я же задавал Этим самым Звездам Да Первого канала Да Ведущим Первого канала Да было такое И тогда еще Вяземский Помните Сказал Дайте пистолет А я потому что Им перед игрой Сказал Что если вы на мой вопрос Не ответите Вы можете пойти И застрелиться Ну сейчас мы это увидим А вам спасибо Спасибо вам До встречи На следующей игре Через 2 недели Спасибо Я может открою секрет Но перед передачей Мне Друзь сказал Что если вы не ответите На мой самый простой вопрос То вам надо застрелиться Дайте пистолет Вы знаете мы предусмотрительно У нас только автомат Есть на фотографии Господина Друзья Это жестоко Девушка Спросите вы Уважаемые телезрители Я скажу Что это Полина Андреевна Лысенко Привет Полин Привет Жень Почему она в красном Спросите вы Покажи пожалуйста Вот эта замечательная Красная жилетка У тебя сегодня дебют Я тебя поздравляю Спасибо В роли распорядителя Игрового зала Верно Ты крутила волчок сегодня Понравилось? Конечно Как это может не понравиться Сколько лет ты к этому шла? С детства Можно так ответить Не на самом деле Это для меня была неожиданность Что вот мне предложили Такую роль Но я с удовольствием Согласилась на нее Знаешь Борис Фукс Сын легендарного Александра Фукса Нашего оператора Крутил волчок 15 лет Знаешь сколько раз Он Сколько передач Он проработал? Сколько же? 265 За 15 лет Сколько мне еще 264 Да Так что у тебя Начинается большой Наверное Путь Скажи Что самое сложное было? Для меня сложное было Вспомнить Что мне нужно реагировать На команды ведущего Первый раунд Второй раунд Потому что я привыкла Что когда стою в зале Я слежу за тем Как играют знатоки Как они общаются Друг с другом Просто Весенняя серия Ура Игры А тут еще следить За командой ведущего Чтобы не пропустить Этот первый раунд Второй раунд И да Один раз пропустила почти Один раз пропустила Но это было Знаешь так живо Так хорошо Потому что Ну каждый раз Закончилась музыка И сразу волчок А тут вот сразу видно Что живой эфир Да Да Как говорят Черноземчику добавили И кстати Если Александр Фукс В Совенцентре Ты тогда еще не родилась Тоже крутил волчок Он с камерой Подходил к столу Потому что за столом Никого не было И приходилось ему Крутить волчок Потом Боря стал Как бы Да Продолжать эту традицию То твой Твой папа 20 лет В красной жилетке Отходил И проработал Во всех ипостасях И ящик черный выносил И на том же месте Напротив стоял Да Он тоже крутил волчок Да Но напротив стоял Да И на том же месте Чуть напротив И в этой же бабочке В этой же бабочке Выходил Это вот та самая бабочка Это та самая бабочка Может мы ее разыграем Какой-нибудь в трансляции Нет Она моя Там просто надпись на ней Я даже не прочитала Что там Но я когда ее получила Я посмотрела И показываю папе И папа говорит Так это же та самая бабочка И это действительно Как такой талисман Не знаю Мне стало очень приятно Что это именно та же Как такая наследственность Не знаю Какое-то поколение Удачи тебе Спасибо большое Спасибо Ребята Прямая трансляция В интернете Вы уже отошли от этого шока От прямого эфира В какой-то степени Да Чуть Хорошо Кто боялся больше всех Признавайтесь Антон Я не боялся Лиза, да? Наверное, я все-таки Лиза Хотя вроде Никто не показывал Такого страха На самом деле я Лиза, ты боялась сегодня Играть? Да, признаюсь честно Да Чего ты конкретно боялась? Хорошо, хорошо Не знаю Ну, чего-то Наверное, боялась Пристального внимания Так сказать Борь, но ты был сегодня просто звездой Ты ожидал такого результата? На самом деле нет Я не ожидал такого результата Я перед игрой очень боялся И мне было даже страшно Что я вдруг сяду Вот так и буду смотреть в одну точку Но этого не произошло Я видел, как вы на тренировках Играете Ну, по-разному у вас было Согласитесь, да? Вот, но сегодня вы как-то включились Совершенно неожиданно А какой вопрос понравился? От кого? Мне понравился от Александра Друзя Мне, честно говоря, от Александра Друзя А, вот он, тот самый веник В баню зайдите Пойдете в баню теперь, да? Ну, типа лишь кто из одного класса Они двое пойдут В одну парень Вас-то кто останавливает? Вопрос про Луну Да, из глазами разными Мне понравился вопрос про банкноту Про банкноту? Кстати, был вариант О том, что из-за того, что он банкир То есть я про карточку Про карточку кредитную думал, на самом деле Да, да Я этого не говорил почему-то Ну, это, да Кстати, версия все умолчанная Бывает такое, на самом деле Вообще-то говорили про карточку Нет Было сказано Это в конце было Да, в конце, но было сказано Ну, в любом случае Никита, а вот твой тезка Никита Баринов Он сегодня что-то сказал тебе после игры? Он пожелал удачи Сказал, что у нас в Сарове тоже проводят Ну, в принципе, об этом знал Просто он посоветовал нам ходить почаще на такие сборы Порешать задачи Вот У вас даже фамилии на одну букву начинаются Ну, да Ну, и имя, в принципе, одинаковые Константин тоже у нас, Рудер Константин, ты, по-моему, похож немножко на Рудера Ну, отчасти, наверное Хотя, как выяснилось, со стороны больше Братишка, как я вам сказал, да? Как вам музыкальная пауза? Вот ты говорил, что минут 15 будет длиться, да? Спрашивал на... Нет, я спрашивал, сколько будет длиться Ну, как Понравилось? Не очень Песни... Мне такие песни не нравятся Какие тебе нравятся? Нет, не такие, но тяжелее Тяжелее, да? Тяжелый рок, да? Да Просто включишь, да, что они... Твои дилюди Борь, ну, ты знаешь, первый раз, мне кажется, за 41 с половиной год в программе «Что, где когда» прозвучало слово «подстава» А, это не культурное, да, слово? Как тебе сказать? Просто никто не говорит прямую об этом Мы научились намучены горьким опытом, потому что на первом катинге был примерно такой же вопрос от ведущего Но чем-то горьким, мы же не сдались Ну, ничего сверного нет, но как-то оно не очень литературное Ты знаешь, но это было так живо, так хорошо, так что не беспокойтесь, все нормально Ну и хорошо в таком случае Родители, ну, у тебя уже поздно, да? В любом, они должны были смотреть Они обещали На сайте Первого канала, да? Да Не написали еще, не звонили? Я не смотрел еще Не успел Страшно смотреть, да? Шквал смс-ок Вот именно, что очень страшно просто открывать Я даже не знаю, сколько у меня планшет дома Ну, не дома, в номере То есть я не знаю, сколько там Там много А вот Кирилл еще ничего не сказал Да Что вы хотели? Ты капитаном стал каким образом? Ну, скорее всего, это было решение все-таки вышестоящих людей То есть руководство Игры ТВ Но нам говорили достаточно об этом мало Откуда я это узнал? Мне знакомая скинула запись из группы Что, где, когда, ВКонтакте Где я был указан капитаном Ну вот, собственно, и все А, то есть тебя назначили просто? Да, меня назначили, я обрадовался Ну, не зря Ну, похоже, что Не зря назначил Себя со стороны, ну, оценивать не смогу Да нормально Ну, вы сами-то довольны? Вы довольны результатом? Да, в принципе, да Конечно, довольны Ну, да, почти проиграли, но выиграли Почти Почти Жалко, что не в сезоне, да? И никуда не выходите Но это все равно был бесценный опыт Поскольку попасть простым школьником на первый канал Это вообще невозможно фактически Даже не мечтали, наверное, да? Да мы даже подумать, наверное, не могли Да, я даже не думаю, что я попаду Даже не хотел этого Я вот мечтал на ШЧР раньше пройти Куда? На ШЧР, школьный чемпионат России Прошло бы никогда А тут такое На самом деле Не знаю Можно ли это А тут российский? Это оно и есть Ребят, а вот кто еще не высказывался? У тебя любимый Друзь, да? У тебя Никит тоже Друзь Любимый знаток Извини, да? Любимый Друзь Просто, ну, вы это уже объявили А вот, Костя, у тебя кто? Ну, я надеюсь, он возьмет меня в команду Наверное, Борис Белозеров У меня прямо симпатия после игры Такая проявилась к нему У тебя, в принципе, и раньше была А у Лизы кто? А что? Любимый знаток кто? Ну, любимого знатока нет, но есть любимая команда Команда все-таки, да? А почему? Ты вот так толерантно не хочешь кого-то обидеть? Или как? Или действительно нет? Действительно нет Я рассматриваю, что, где, когда Не отдельных знатоков, а именно команду Потому что все-таки это команда Это команда Да, я в курсе, спасибо Друзья по своему узнают Ребят, а вы посмотрели, что, где, когда Первый раз, как давно? По телевизору? Году три назад, наверное Случайно Случайно? Случайно Я даже не знал про эту игру А после этого смотрел еще? Мало, но смотрел Пару раз, да? Почти Четвертый, пятый Но смотрел Вот я здесь, да Упс Неожиданно, да? Пять раз посмотрел Абсолютно неожиданно Боря явно фанат игры, что, где, когда, да? Не знаю Фанат чувства Посмотрим на это Ну, на самом деле Я пять лет в этой игре уже Уже пять лет сижу Ну, я правда в спортивной играю Но в любом случае Эта игра мне нравится Определенно А если позовут еще раз, придете? Конечно Конечно, бесспорно А у нас есть другие варианты? У нас все Росатом решает, да? Да, да Ну, вообще-то там Мы закрытые города Не все Не все Не все Мы закрытые Если Росатом не захочет, то мы наехали Закройся Да Он просто пропуск обнулит и все Наверное Даже так? У нас пропуском не Росатом заметят Да, у нас тоже, но Придет кто-нибудь Под подковом ночи Сожжет паспорт И пропуск Вообще никуда не смогу Ребят, я вас поздравляю Приезжайте еще к нам Хорошо Вы молодцы Спасибо Спасибо большое А сейчас давайте посмотрим На нашего музыкального гостя Игорь Николаев дал интервью нам После музыкальной паузы Вот пошла реклама Моя помощница пошла и взяла интервью Внимание на экран Подарка нет дороже Подарка нет милей Чем каждый день, что прожит В кругу своих друзей Нет ничего на свете Не происходит зря И вдаль уносит ветер Листок календаря День рождения Праздник детства И никуда, никуда, никуда От него не деться Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись Не грусти напрасно День рождения Грустный праздник Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись Игорь Юрьевич, добрый вечер. Я знаю, что у вас такой напряженный гастрольный график, что сегодня вы только в 7 вечера в Москву прилетели. Как вас принимали знатоки сегодня? Ну, классно. Мне главное было переживательно за тех ребят, которые за мной стояли, не поседы. Потому что для них это такое чудо проучаствовать что где когда. Потому что у меня-то история давняя взаимоотношений. Еще, слава богу, я прекрасно знал Владимира Яковлевича Ворошилова. И при нем впервые прозвучала песня Комарова, воспоминания Скляра, именно что где когда. А потом я, молодой артист, участвовал в этой передаче, пел песню «День рождения, праздник детства». Была премьера песни. Я поздравляю Аркадия Райкина. Это было 24 октября 1986 года. Это был прямой эфир первой нашей передачи. Что вы говорите? Я уверен, что вы все знаете лучше, чем я про меня. Вот. Потом мы ездили в Болгарию и прогуливались с лаймой в Айкуле. Я пел песню «Благословляю этот вечер». Это я тоже прекрасно помню. Так что у меня целая история связана с чудесной вашей передачей. И, честно говоря, я очень любил Владимира Яковлевича. И это любое было взаимно. Я знаю, мы друг к другу очень тепло и хорошо относились. Было много разных историй. Но об этом, наверное, я расскажу чуть позже. Давайте следующий вопрос. Знаете, вот такой вопрос. Вы вообще свое первое выступление в нашей передаче помните? День рождения, праздник детства. Да, ну какие-то, может быть, эпизоды были. Я помню прекрасно, как это происходило. Потому что сказали мне, что Аркадий Райкин будет кушать арбуз вместе со знатоками, и вы будете петь песню. И это будет очень трогательно, что они его поздравляют с днем рождения, едят арбуз, а вы поете песню. И вот за мной ходила камера, так же, как ваша камера. И я пел «Янтарный луч рассвета». Думал, что меня снимают, показывают. Застыл в моем окне. Вот на этой пластинке есть эта песня, кстати, что стоишь, держишь в руках. У нас весь клуб просто мечтает, что вы подписали ее. Да, но при этом, но при этом, я не знал, что меня в этот момент не показывают, а в этот момент показывают, как Аркадий Райкин ест арбуз со знатоками. А я в образе хожу перед камерой и пою. И только в конце, на припеве где-то там «День рождения», «Праздник детства» вдруг показывают меня, когда я пришел к знатокам, и титры «Игорь Николаев». И я сказал «Ес». И все равно это оказалась очень популярная песня «День рождения», «Праздник детства». Вообще, ваша передача очень сильна в том, что она дает жизнь песням, потому что люди смотрят, люди переживают, люди эмоционально воспринимают. И на этом фоне песня очень хорошо звучит, любая. А тем более хорошая. Это точно. Игорь Юрьевич, это было ваше первое выступление на телевидении в качестве исполнителя? Ну, это уже такой вопрос, я, честно говоря, и не припомню. А может быть и да? Точно! Часть нашей передачи дала старт в вашей карьере как исполнителя. Мы должны мне тогда давать минуту на размышления, что вопросы сложные. А хотели когда-нибудь, кстати, сесть за стол в качестве знатока? Ну, а почему? Я сяду. Я вот пока сейчас готовился к выходу на сцену, я практически все вопросы отгадал, которые были. Ну, я понимаю, что это детские вопросы, наверное, для молодых людей, но я почему-то знал ответы на все эти вопросы. Так всегда бывает. Когда сидишь и смотришь телевизор, ты самый умный, а когда выходишь играть, то все по-другому. Как вам команда школьников сегодняшняя? Ну, они классные, у них все впереди. Так же, как и у вас. В этом вы очень схожи, у вас все впереди. Игорь Юрьевич, я прошу вот в финале подписать, пожалуйста, эту пластинку. Да, с удовольствием подпишу. Тем более, что здесь Игорь Скляр находится, человек, который участвовал в вашей передаче с песней Комарова. Игорь Николаев, который участвовал в вашей передаче с песней День Рождения, которая, кстати, тоже есть на этой пластинке. Так что она со смыслом, со смыслом. Корпорация Росатом, приз Хрустальный Атом. Росатом, корпорация Знамь. Объявлять лучшего будет Алексей Лихачев. Смотри, Лихачев, у вас, наверное, уже есть кандидат, да? Да, вы озвучите его имя? Нет, ну даже кандидата. Спасибо вам большое. Пожалуйста. И завершающий вопрос у меня. Ваш прогноз сегодняшней игры победят школьники? Должны победить. Должны победить. А какой сейчас счет? Честно говоря, не знаю, мы вас ждали. Вопросы могут так нахлопнуть чувство самооценки. Либо занизить, либо поднять. От этого многое зависит. Скажу, что они выиграли первые два вопроса, это им помогло. Спасибо вам большое. Я люблю, что где, когда. Я люблю, что где, когда. Зовите меня чаще, чаще, чаще. Обязательно. Спасибо большое. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот замечательный музыкальный гость в нашей программе «Что, где, когда». Да, моя помощница, да, улыбается. Отвернулась. Что я хочу сказать. Что я хочу сказать. 24 марта приходите на наш турнир, который проводится совместно с телекомпанией «Игра ТВ». Вот вы видите сейчас на экране анонс. Вести будет Максим Паташов. Не кто-нибудь, а магистр, обладатель четырех хрустальных СОП, Максим Паташов. Приходите. Вот по этому адресу вы можете зайти и узнать, как прийти на этот чудесный турнир. А мы встретимся здесь 2 апреля, то есть через две недели. И вы увидите игру команды Елены Патани. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»